Конкурс «Инвестиционный проект года» правительство Нижегородской области проводит вот уже 12 лет. Его номинантами становятся наиболее значимые для региона проекты в различных отраслях экономики. В этом году конкурс проводился по восьми номинациям, среди которых инвестиционный проект в сфере жилой недвижимости. Позвольте, Арси, души поздравить, заранее всех победителей этой премии, заверить вас, что мы делаем всё возможное, чтобы ваши проекты были успешны, и чтобы мы вместе с вами гордились вашими результатами. Победителем в номинации «Инвестиционный проект года» в сфере жилой недвижимости стал проект жилого комплекса «Саровская ривьера» компании «Саровинвест». Директор компании Павел Харитонов лично получил награду от Министерства экономического развития Нижегородской области. Огромное спасибо за оценку. Приятно осознавать, что усилия потрачены не зря. Это лишь первый этап нашего большого проекта. Мы обещаем, что в будущем будем удивлять новые проекты и их реализациями. Проект «Саровской ривьеры» не в первый раз отмечен специалистами строительного рынка и региональным правительством. Прошлой осенью при посещении Сарова в Рио губернатора Глеб Никитин высоко оценил уровень возводимого жилого комплекса и выразил надежду, что все застройщики региона будут стремиться к такому качеству. А год назад, в сентябре 2017-го, «Саровская ривьера» стала финалистом третьего градостроительного конкурса «Минстроя РФ». Проект жилого комплекса был представлен на ВДНХ в рамках четвертого российского инвестиционно-строительного форума. «Саровская ривьера» – это проект, которым огромное внимание уделено деталям и благоустройством. Мы попробовали и, наверное, успешно создали по-настоящему комфортную среду для жителей с помощью различных проектных решений. И в сегодняшний момент «Саровская ривьера» стала уже центром протяжения не только жителей, но и гостей Сарова. Проект комплексного освоения территории «Саровская ривьера» – это 54 гектара земли, на которых в общей сложности будет возведено порядка 150 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Проект продолжает развиваться. Продолжаются работы по благоустройству и строительству. Скоро появятся новые дома, а прогулочная набережная с зелеными газонами, декоративными деревьями и дизайнерскими лавочками протянется от Красного дома до плотины. Ее общая длина составит 3 километра.